Дорогие друзья, мы продолжаем работу нашей конференции. Следующее выступление Алексея Николаевича Пашкурова, профессора Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского Приволжского Федерального Университета. Тема выступления «Проблемы правды и добра в творчестве Гавриила Романовича Державина». Пожалуйста. Уважаемый президиум, уважаемый зал, теперь позвольте небольшой взгляд из вселенной русской словесности на феномен нашего сегодняшнего именинника Гавриила Романовича Державина. «В нем воли доброй, мудрой много, Остер в решениях, легок, Все сделал вдруг, коль был бы Бог». Это слова Гавриила Романовича Державина о самом загадочном российском императоре Павле I, но на взгляд словесника и на взгляд всякого, кто прикоснулся к творчеству Гавриила Романовича Державина, они свободно могут быть применены и к самому Гавриле Романовичу Державину. Именно в творчестве Гавриила Романовича Державина прямое юридическое значение понятий добро, милость, правда приобрело еще и добавочное культурно-философское значение, и вот об этом мне тоже хотелось сегодня вспомнить. Очень многое кроется в самой непростой судьбе Гавриила Романовича Державина, который достигал высоких постов, срываясь и падая, используя удачные воспоминания Владислава Филициановича Ходосевича. Самое важное для Державина, какой бы высокий пост он ни занимал, всегда было ощущение глубины человеческого достоинства. Он осмеливался действительно истину царям с улыбкой говорить, и поэтому рождение будущего императора Александра I приветствовал не просто панигирикам, а панигирикам назиданием. «Будь страстей своих владетель, будь на троне человек». Если мы даже самые основные вехи судьбы и творчества Гавриила Романовича вспомним, то увидим, что с первых самых смелых своих шагов он все время умел видеть самое необходимое для России, для власти. Но, к сожалению, как это часто бывает, всякий правдоискатель умеет и настраивать против себя тех, против кого он борется. Еще в 1770-е годы, в самом начале, во время Пугачевского бунта, он, с одной стороны, достиг очень многого, работая под началом генерала-аншефа Бибикова, но тут же был отставлен от близких следственных дел в связи с тем, что стал указывать на главные причины случившейся трагедии. Он считает, что виновны были не только и не столько взбунтовавшиеся темные невежественные люди, сколько взяточники, грабительство и беспеременные взяточничества, как он пишет. В 1780-е годы начинается карьерный рост Державина, о чем сегодня уже в первой части пленарного заседания много вспоминали. Самое интересное в том, что какой бы пост Державин ни занимал, он продолжает все измерять двумя вселенными – правда и добро. Не случайно он курирует экспедицию по государственным доходам, не случайно при Екатерине Великой он становится секретарем по контролю за исполнением законов в Сенате и отставлен за слишком ревностную службу. Не случайно при Павле I он становится сенатором и удостоен, оказывается, высочайшей для того времени награды мальтийского масонского ордена и снова отставка за непристойный ответ императорскому величеству учененный. Но Державин не был бы Державином, если бы рядом с его государственной службой, он, конечно, считал это самым главным делом в своей жизни. Державин не был бы Державином, если бы рядом с этой вселенной не возникла вселенная вторая, для него самая центральная и которая обеспечила ему славу на века. Это не что иное, как его художественно-философское творчество. И вновь для него добро и правда оказываются двумя важнейшими мерилами. Начал Державин как поэт-философ и, не случайно подводя итоги этой стезе своих размышлений в самом начале XIX века в рассуждении о лирической поэзии Леободе, он будет говорить о том, что поэзия – это учитель народов и царей. Поэзия – дело народного воспитания, перефразируя несколько его пышные фразы. Самое важное для Державина заключается в том, что история звучит через поэзию, а поэзии тогда называли всю словесную, всю литературу. История соединяет настоящее, прошлое и будущее. Как сам он напишет на закате своей жизни в предисловии к трагедии Василий Темный, напоминать историю, а особливо отечественную, думаю, не бесполезно. Когда мы говорим о Державине, конечно, прежде всего вспоминается, что это последний великий русский одописец. Точек зрения очень много в современной науке. Кто-то считает, что Державин разрушал Оду, кто-то считает, что он ее перестраивал. Но самое главное в том, что именно Гаврила Романович придал Оде действительно совершенно новое звучание, научившись видеть великое и вселенское подчас в самом простом, самом малом. Казалось бы, совершенно случайный факт из его придворной биографии «Игра в горелки» по просьбе Екатерины Великой с любимым ее внуком Александром Павловичем, но из этого рождается знаменитая сентенция Гаврила Романовича Державина из стихотворения, посвященной этой игре, «На поприще сей жизни склизком все люди бегатели суть». Конечно, прежде всего, славу свою Державин приобрел благодаря первому из правителей, при котором отличился, это Екатерина Великая. С одной стороны, он благоговел перед ней, но он же, приближаясь, увидел многие слабости и осмеливался поучать Екатерину еще в легендарной своей Оде Фелица. Тем не менее, именно Державину удалось создать замечательный стихотворный цикл, посвященный этой императрице, действительно великой. И, например, в одной из от он пишет так, «Которой разум и десница нам кажут к счастью пути». Державин осмеливался, начиная от Екатерины, дальше эстафета перешла к отношениям к Павлу I и к Александру I, поучать царей, призывая их всегда всемерно способствовать распространению милости и просвещения. Сам он это делал дважды, занимая высочайшие посты Аланецкого, а затем Тамбовского губернатора. Достаточно вспомнить, что в годы Тамбовского губернаторства Державина при поддержке виднейшего книгоиздателя того времени Николая Новикова была создана Тамбовская типография и умножена сеть народных училищ. Но и это еще не все. Державин четко формулирует, что же он хочет видеть от царей. Так, например, для Екатерины II у него приготовлено специальное поучение. Прежде всего, необходима милость. «Слеза щедрота и извлеченна, тебе приятней, чем вселенная, приобретенная войной». Вот он, державинский принцип, соотносить малое и великое. И то, что нам кажется малым, на самом деле это великое, наверное, и есть. Итогом жизни Державина стала, к сожалению, во многом непонятая современниками драматургия, а сам он ее ставил чрезвычайно высоко. Здесь его задачей, словами Ломоносова, стало вновь вернуться к правде. Не случайно в предисловии к одной из пьес он вспоминает слова своего прямого предшественника Михаила Васильевича Ломоносова, первого российского гения XVIII века. «Не ради вас пою, для правды». Завершить мне хотелось бы картины еще из одной очень показательной пьесы Державина, Добрыня, в которой он вновь возвращается к проблеме судопроизводства. Кульминацией этой пьесы становится сцена, когда у неправедных судей, осмелившихся бороться с крестителем Руси князем Владимиром, на груди загораются огненные знаки о том, что они виновны. Подводя итог своей жизни и вновь возвращаясь мыслями к своей исторической родине, к Казанскому краю Державин написал так «Ввинюсь, я жил, сколь мог, для общего добра». Спасибо огромное, Алексей Николаевич, блестящий доклад, очень интересный. Спасибо. Слово для выступления предоставляется Олегу Юрьевичу Рыбакову, заведующему кафедрой теории истории государства и права Всероссийского государственного университета юстиции, доктору юридических наук, доктору философских наук, профессору. Спасибо, Ольга Ивановна, уважаемые президенты, уважаемые коллеги. Действительно, сегодня сказано очень много памятных, добрых слов в отношении фигуры Гавриила Романовича Державина. И поскольку с именем Державина связано в том числе и прежде всего Министерство юстиции и, таким образом, Всероссийский государственный университет юстиции, я позволю себе вспомнить еще одну важную ценность, установку ценность, которую Гавриил Романович дает нам при входе на Большом Каретном. Когда мы входим в наш храм науки, мы видим перед собой слова Державина, который он обращает к властителям и судьям. «Ваш долг – законы охранять, на лица сильных невзирая. Без помощи, без обороны сирот и вдов не оставлять». Мы, следуя этим ценностным ориентирам Гавриила Романовича, понимаем, что будущие студенты будут властителями и судьями, и все те, кто находится сейчас в юридическом образовании, безусловно, тоже имеют дело с формированием определенной системы ценностей в современных условиях. Современные политические, государственные, правовые вызовы определяют необходимость своевременного реагирования на них. Вызовы и угрозы, геополитические конфликты, терроризм – все эти обстоятельства не могут не влиять на ценностные ориентиры политики в сфере права. В истории человечества возможны периоды, когда кризис культурных, духовных, морально-нравственных основ достигают апогея и проецируются, воспроизводятся в характеристиках правовой жизни общества и государства. К большому сожалению, приводят к обесцениванию права нигилистическому отношению к правовым ценностям. Ни одна правовая система не может действенно, эффективно жить, функционировать без присутствия разделяемых большей частью членов общества основополагающих ценностей права. Иерархии правовых ценностей не являются внеисторическими или вне временными категориями. Современное правовое и социальное пространство представляет собой неограниченно видимые пределы олицетворенных ценностей. Окружающий нас мир измеряется ими. Именно поэтому политика права располагает ценностным содержанием, обязана занимать соответствующее место и выполнять определенную важнейшую роль в иерархии правовых ценностей. Государство, в свою очередь, является хранителем этих ценностей. Обращение к политике права не является случайным. Дореволюционные ученые-юристы, а это прежде всего, Муромцев, профессора Муромцев, Каркунов, Петражинский и Шершеневич, которые, как известно, были и студентом, и профессором уважаемого учебного заведения, где сегодня проводятся конференции, этой проблемой уже занимались. Очень важно отметить, что политика права в дореволюционной мысли понималась, во-первых, как область прикладной науки, нацеленной на совершенствование законодательства, и, во-вторых, и это было наиболее типичным, в виде дисциплины, определяющей пути развития права, его высшие идеалы, а значит ценности и средства их достижения. В советский период термин «политика права» трансформировался в термин «правовая политика» и «юридическая политика». В 1978 году выходит монография академика Кудрявцева «Право и поведение», в котором есть две главы – «Юридическая политика» и «Эффективность права» и «Юридическая политика». В 1985 году в МГУ изучается диссертация Николая Васильевича Федоровым на тему «Правовая политика советского государства. Вопросы истории, теории, практики». А в 1995 году выходит книга известнейшего ученого Сергея Сергеевича Алексеева «Основы правовой политики России». В современных условиях политику права следует понимать как научную теорию, как деятельность и как средство осуществления правовой деятельности. Вот в последнем своем воплощении она является инструментом реализации права и понимается как совокупность государственных, организационно-управленческих мероприятий, усилий институтов гражданского общества, усилий личности, обладающей специальным статусом, основанных на ценностях, идеалах естественного права и достижениях современной науки и реализуемой в целях охраны прав и свобод личности. Чтобы представление о политике права было более полновесным, предложим понимание форм политики права. Это правотворческое, правоприменительное, доктринальное, правозащитное, надзорное, контрольное, а также правовая политика в сфере правового просвещения и юридического образования, о чем сегодня в частности уже говорилось в первых выступлениях. Все эти формы объединяют прогностический управленческий характер, отличающий политику права от рефлекторного реагирования, от действий по схеме вызов и ответ, которые также не исключены в условиях внутренних и внешних рисков. Политика права имеет ряд характерных черт. Прежде всего, политика права характеризуется использованием синтеза методов правового и управленческого воздействия. В противном случае, если мы отойдем от правового и управленческого подхода в совокупности, правовая наука станет достаточно автономна, и за ее рамками, за предметами ее исследований останутся цели и векторы правового развития. Государству, как известно, приходится решать целый ряд управленческих задач. Это обновление и систематизация законодательства, развитие правовой системы с учетом требований времени, осуществление мониторинга правоприменения и целый ряд других функций, которые связаны с реализацией именно такого синтезированного подхода. Вторая характерная черта – это плановый характер. Третья ценностная ориентированность представляет из себя следующее. Она формируется на основе той или иной идеологии, актуальной в конкретный исторический период. Социальные проекты и их политика правового сопровождения имели место в истории и, к большому сожалению, не всегда были положительными, не всегда были удачными. Но опыт значительной части человечества привел к идеологоправовому проекту, оказавшемуся способным гармонизировать отношения государства и личности на основе гуманистического способа правопонимания. Конечно, речь идет о доктрине естественного права, ставшей фундаментом теории и практики конституционализма, который сформировал идеалы, стремящегося к свободе и социальному прогрессу общества и человека. Наряду с естественными правовыми ценностями, безусловно, существуют ценности религиозные, духовные, ценности этнической морали. Поэтому в современном мире те государства, которые признают естественные права, их политика в сфере развития права, применения права, правотворчества, и есть политика права. Четвертая характерная черта – это публичность, характер, что совершенно очевидно, если что-то нужно доказывать. И пятое – это наличие соответствующей структуры. Субъект, элементный состав политики права – субъект, объект, цели и средства. Политика права в современных условиях основана на естественном праве, на естественном правопонимании, где человек является высшей ценностью. Но является ли естественное право единственной правовой ценностью? Конечно, нет. Универсум правовых ценностей отличается разнообразием. Аксиологические основы права неоднократно привлекали внимание ученых. И вот если вы видите на экране, я представил мнение некоторых из них. Это профессор Графский, Институт государственной права, Академия наук, профессор Мартышин, Московский государственный университет имени Олега Ильича Кутафина и профессор Бабенко, защитивший докторскую диссертацию по этому опросу, сейчас являющийся практиком, судьей. Действительно, здесь в одном из мнений, в верхней части таблицы, показывает, что это ценности, сфера действий которых является пограничной, в которой пересекается право и мораль. У профессора Мартышина это ценности, которые являются универсальными и прикладными, но в любом случае они являются преломлением универсальных ценностей, таких как свобода, равенство и так далее. И вот в нижней части представленной таблицы здесь представлены абсолютные, понимание абсолютных правовых ценностей, ценностей среднего уровня и ценностей, носящих инструментальный характер. Очевидно, что правовые ценности имеют иерархический характер, как и все в нашем мире. То есть они различаются по степени их значимости для человека, общества, государства. Политика права не может быть индиферентна ни к ценностям самого права, ни к общесоциальным ценностям. Поэтому ценностные основания политики права включают в себя не только неизменный блок всеобщих ценностей, о которых говорят большинство ученых, но и ценностей, которые сформированы в данной правовой системе, в данном социуме, в данном государстве. Ценностные основания политики права могут быть следующие. На первое место я поставил бы базовые ценности и поясню, что это такое. Это ценности воспроизводства и, прежде всего, сохранения существующей исторически сложившейся организации правового обеспечения и правового регулирования отношений жизнеустройства общества, личности, государства. Это органические ценности данного социума. Это могут быть и, естественно, правовые ценности, к которым мы, конечно, уже привыкли. Могут быть ценности религиозной, ценности этнической морали, в зависимости от исторически сложившейся и эволюционно обусловленных их иерархией. Совершенно очевидно, что эта группа ценностей не может быть привнесена из одной правовой системы в другую, одним государством в другое государство, из одной культуры в другую культуру. Потому что это ценности принципа, ценности идеала, ценности ориентиры для выполнения процедур права как формы, а содержанием является наполнение, которое создано историческим развитие данного общества, государства и людей, проживающих на территории этого государства. В эпоху Великой Французской революции это были ценности свободы, равенства и братства. Братство сегодня понимается как социальное согласие, как компромисс, как солидарность. Следующая группа ценностей – это телеологии ценностей, ценности установки, которые отражают необходимые перспективы развития права в широком смысле. Они меняются в зависимости от мотивов движения общества и государства, от правовой системы. Третья группа ценностей – ценности рационально-утилитарного характера, ценности императивы. Здесь тоже можно привести достаточно большое количество примеров. Это ценности, которые являются ответной реакцией на те или иные конкретные события, происходящие в жизни, что и происходит в действительности. И завершая свое выступление, поскольку действительно мы в рамках времени действуем, сделаю главный вывод. Политика права окажется эффективной и значимой, если существует баланс ценностей и их единства во всех сферах правовой деятельности, в правотворчестве, правоприменении, правовой доктрине, правом образовании и просвещении. И актуальной задачей является перспектива того, чтобы право служило мощным фактором устойчивого социально-экономического развития и повышения эффективности управления государственными делами. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Олег Юрьевич. Я благодарю вас, что вы так среагировали. Уважаемые коллеги, я прошу, вот смотрите, у нас четыре выступления еще осталось. До часа мы должны уложиться. В час у нас по регламенту у нас возложение еще к памятнику Державина. Поэтому хотелось бы всех выслушать. Если что-то остается, это можно будет дополнительно обсудить на круглых столах. Спасибо большое за понимание. Слово предоставляется Вадиму Александровичу Виноградову, доктору юридических наук, профессору, заведующему кафедрой конституционного и муниципального права Всероссийского государственного университета юстиции. Пожалуйста, Вадим Александрович. Уважаемые коллеги, добрый день. Тема моего выступления посвящена некоммерческим организациям. Интересно, конечно, узнать у исследователей творчества Державина, писал ли он что-то по поводу третьего сектора. Но сейчас третий сектор – это некоммерческие организации, это одна из важнейших движущих сил активности общественной. Это то, что уже превратилось в полноценный не только политический фактор, но и экономический фактор. Некоторые статистические данные, которые говорят о том, что если мы исследуем, было исследование Американского университета Хопкинса по 36 стран. Вывод следующий, что экономика вот этих некоммерческих организаций составляет порядка 1,3 триллиона долларов. Если эти некоммерческие организации бы объединились в государства, то их бы экономика была на седьмом месте между Францией и Италией. Если мы говорим о том, что НКО – это еще и крупный работодатель, то примерно каждый 12-й житель трудоспособной планеты является сотрудником некоммерческого сектора. Это, с одной стороны, характеризует размах, с другой стороны, мы видим то, что в этом секторе есть две тенденции. С одной стороны, государства заинтересованы в том, чтобы переложить на некоммерческие организации определенные функции, которые они выполняют более эффективно, особенно в социальной сфере. С другой стороны, перед всеми государствами стоит вопрос о том, чтобы не допустить влияние некоммерческого сектора на государственную политику и власть. И, собственно, я бы на своем выступлении хотел бы остановиться только на этом факторе, поскольку время ограничено. Это иллюстрация, собственно, мое выступление того, как происходят правовые методы ограничения деятельности НКО в сфере их влияния на государственную политику. Начнем наш анализ с Российской Федерации и закончим с Соединенными Штатами в силу ограниченности времени. Как мы знаем, в Российской Федерации довольно динамично это все развивается. Сейчас на повестке дня стоит вопрос о выделении особых социально значимых НКО с одной стороны, с другой стороны выделения политических НКО. В этом году были новации в этой области. Законодатель в мае-месяце установил специальное понятие о том, что деятельность иностранных или международных неправительственных организаций, представляющие угрозу основам кондиционного строя, обороноспособности или безопасности страны, может быть признана нежелательной на территории Российской Федерации. Уже есть факт признания такой деятельности Национального фонда в поддержку демократии нежелательной. Там есть особые процедуры признания несудебного порядка. Участвуют представители МИДа и Генеральная прокуратура. Не буду тоже на этом останавливаться. Особый режим устанавливается в отношении этой нежелательной организации. Блокируется финансовая деятельность. Устанавливается уголовная, вплоть до уголовной ответственности руководителей этих организаций. В то же время мы помним, что российское законодательство включает в себя такое понятие некоммерческой организации, как организация, выполняющая функции иностранного агента, практически дословная калька с американского термина. Появляется это все, как мы помним, в 2012 году, но этот термин тоже развивается. Здесь два ключевых момента. Это, во-первых, иностранное финансирование и, второе, участие в политической деятельности. Длительное время НКО должны были сами Минюст уведомлять о том, что они выполняют функции иностранных агентов. На практике НКО это не делали. И вот в 2014 году законодатель установил, что Министерство юстиции само, если оно выявляет, может признавать организацию, выполняющую функции иностранного агента. Дальше законодатель установил возможность исключения из реестра иностранных агентов. И точно так же это уже используется и реализуется на практике. По моим данным порядка 86 сейчас в этом реестре. Для сравнения в Соединенных Штатах 506 таких организаций. Ну и, собственно, я бы перешел, наверное, для красочного сопоставления с сравнительно правоанализ, такой небольшой сделать, с американским опытом, менее, наверное, известным нам. Очень активно усилили НКО свое влияние на политику после 2010 года. Это связано с рядом решений Верховного суда Соединенных Штатов. У вас здесь на примере есть одно из этих решений. Решение 2010 года по делу Объединенные граждане, которые сделали такой для избирательных целей фильм против Хиллари Клинтон. Пытались его в нарушении избирательного законодательства об агитации использовать. Дело в результате дошло до Верховного суда, который подтвердил свое решение, еще впервые возникшую интерпретацию свободы слова в 1976 году, как свободно тратить свои деньги. То есть они в Верховном суде, очень спорное решение было в 1976 году, пять голосов против четырех установили, что корпорации ничто не может ограничивать, и ассоциации и профсоюзы тратить свои деньги на политическую деятельность. И все это интерпретируется как свобода слова. Первые поправки американской конституции. Для сравнения у вас здесь тоже представлены данные, как резко возросло финансирование политической деятельности в Соединенных Штатах со стороны НКО. Если в 2004 году НКО на политику потратили всего 6 миллионов, в 2008 году это уже 69 миллионов, а вот в 2012 году только о потраченных суммах они отчитались перед Федеральной избирательной комиссией на сумму более 300 миллионов долларов. Еще одна тенденция, скажем так, законодательного и политического противодействия некоммерческим организациям в их влиянии на государственную власть видится в том, что целый ряд штатов, это порядка 70% штатов, так или иначе признает деятельность некоммерческих организаций, если они тратят хоть какие-либо средства лоббистской деятельностью. А если это лоббистская деятельность, то там включается соответствующее законодательство о том, что все это должно специально регистрироваться в качестве, в том числе, комитетов политической деятельности, представлять соответствующую отчетность и так далее. То есть это довольно обременительно и громоздко. Помимо вот этой громоздкости и обременительности, очень много интересных кейсов, когда граждане судятся с правительством по поводу разных штатов, по поводу того, как они витиевато формулируют собственное законодательство. Федеральные судьи не раз уже признавали законы ряда штатов неконституционными в силу их объективной очень сложности. В Миссисипи провели исследование, что статья первая закона о лоббировании этого штата имеет индекс 0,9 по читабельности из 100, что означает, чтобы среднему американцу понять текст этой статьи, ему надо учиться 34 года. И помимо вот этой путанности, еще вторая очень жесткая тенденция – это колоссальная ответственность. У вас здесь представлены некоторые тоже фактура по ответственности, например, в штате Вашингтон, но я могу привести еще более тяжелую ответственность. Если здесь говорится, например, в штате Нью-Йорк до 4 лет тюрьмы и до 5 тысяч долларов за нарушение закона о лоббировании, то есть если вы, например, какое-нибудь письмо открытое опубликовали в газете, но не зарегистрировались, то это означает, что у вас может наступить ответственность. А вот, например, в штате Алабама ответственность гораздо более жесткая. Там 30 тысяч долларов штраф или 20 лет тюрьмы. Это в сопоставлении с карой где-то соответствует похищению человека. Причем это довольно занезначительные нарушения с нашей точки зрения. То есть есть фактура, когда граждане, это реальные судебные дела, тратили, например, больше 200 долларов, отправляя письма своим соседям или своим друзьям, и им уже приходили соответствующие уведомления и предупреждения о том, что если они не зарегистрируются как политические комитеты, то, соответственно, им грозит ответственность. Соединенные Штаты в своем законодательстве, как я уже говорил, используют то же понятие иностранного агента, причем понимают его гораздо шире, чем в Российской Федерации. В качестве иностранного заказчика США рассматривают всех, кто вообще работает в юрисдикции другой страны, не только тех, кто связан с правительством этого иностранного государства. И, собственно, главная черта в соответствии с законодательством Соединенных Штатов, это то, что иностранный агент должен осуществлять свою деятельность в интересах своего иностранного заказчика. Вот, собственно, согласно разъяснению Министерства юстиции США, Сената и Верховного Суда Соединенных Штатов, в нынешнем виде закон о регистрации иностранных агентов, он, собственно, имеет две главные цели. Во-первых, это обеспечить, чтобы государственная власть США не подпадала под иностранные влияния. И вторая цель – обеспечить, чтобы американские власти и общества знали тех лоббистов, которые действуют на территории США, чтобы обеспечить своим иностранным клиентам или, собственно, заказчикам определенные преимущества по отношению к таким же клиентам и заказчикам со стороны Соединенных Штатов. Собственно, интересно, я думаю, будет дальше сравнивать и следить за тем, как меняется законодательство и в США, и в России. Но я думаю, что этот тренд будет сохраняться и дальше по мере роста влияния НКО. Государства, собственно, не смогут отказаться от их услуг. А с другой стороны, как я говорю, будут очень аккуратно относиться… Вадим Александрович, я прошу прощения. Все, спасибо. Да, пожалуйста. Спасибо большое, Вадим Александрович. Уважаемые коллеги, у нас еще остается три выступления. Я попрошу проректора по научной работе Всероссийского государственного университета юстиции, поскольку нам сейчас нужно будет встать и пройти на возложение, закончить пленарку Борис Викторович. Вот, пожалуйста, проректор по науке Всероссийского государственного университета юстиции Борис Викторович Ицеленко. Тогда объявлю. Геннадий Иринархович Курдюков, доктор юридических наук, профессор кафедры международного европейского права юридического факультета Казанского федерального университета. Верховенство международного права в 21 веке, позиция Казанской школы международного права. Пожалуйста, уважаемый Геннадий Иринархович. У меня жесткие рамки, поэтому я постараюсь, конечно, сократить свое выступление. Дело в том, что о верховенстве права, не только международного, но и национального, стали говорить после Второй мировой войны. Это, прежде всего, акты Совета Европы, затем в рамках Организации Объединенных Наций, Европейского Союза. И в настоящее время не только идет серьезная дискуссия по проблеме взаимодействия международного и национального внутригосударственного права, но также и практика этого взаимодействия. Дело в том, что, когда за последние десятилетия Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций регулярно принимает резолюции, которые называются о верховенстве права на национальном и международном уровнях. Обратите внимание, речь идет о верховенстве права, то есть как системы международного права, так и самого национального внутригосударственного права. Верховенство права является принципом, и я не буду здесь объяснять основные положения данного принципа. Но вместе с тем, надо сказать, что произошло так называемое одомашнивание международного права или доместикация, которое вошло в национальный дом, в правовые семьи, в правовые системы государств и заявило, либо, смотря какая практика конституционного законодательства, либо о своем верховенстве, либо о примате, либо о приоритете принципов, норм международного права. И в этой связи как раз и пошла дискуссия, в конечном счете, что же признать. В основном сложилось два направления. Это монистическое и дуалистическое направление, которое как раз подчеркивает взаимосвязь международного и внутрогосударственного права, либо как монистическое направление примат верховенства международного права. Школа, наша Казанская школа международного права, она стоит на позициях дуалистического взаимодействия, где более реально показывается, сами процессы взаимодействия и диалектика этого взаимодействия. Я часто вспоминаю слова профессора Лукашука, который, вступая в дискуссию о взаимодействии международного и национального права, говорил, главное не в том, какое право стоит выше, а главное надо обратить на порядок взаимодействия, на механизм этого взаимодействия. И не только взаимодействия, но и на порядок применения как международного права в его соотношении с правом внутригосударственным. Жаль, что нет сегодня Александра Ивановича Бострыкина, с которым я бы хотел поспориться с тем, что в этом году он сделал ряд заявлений относительно верховенства права, о роли международного права, о соотношении международного права с Конституцией Российской Федерации. В частности, по мнению Александра Ивановича, принцип верховенства международного права был абсолютизирован. И в связи с этим необходимо отказаться от приоритета международного права и его автоматической имплементации в национальное законодательство. И это становится вопросом обеспечения суверенитета Российской Федерации. Дело в том, что Александр Иванович видит в ограничении суверенитета международным правом, как некая правовая диверсия. Я его цитирую, это его слова. В чем суть этой правовой диверсии? Говоря об основах конституционного строя, это глава первая, глава вторая о правах и свободах человека и гражданина, Александр Иванович считает, что именно в эти главы неправильно были имплементированы нормы международного права. То есть в конституционную правовую систему необходимо изменить в связи с этим. И еще диверсия состоит в том, что главу первую и вторую конституции Российской Федерации нельзя изменить, нельзя исправить, поскольку для этого необходим созыв конституционного собрания. А закон о конституционном собрании до сих пор у нас не принят. И вообще забыли, если раньше в 90-х годах говорили как-то о конституционном собрании, то сейчас забыли о нем. И Александр Иванович предлагает, что необходимо все-таки убрать положение из конституции Российской Федерации, которые связаны с международным правом. В частности, он предлагает исключить из конституции положение международного права, которое составляет неотъемлюю часть правовой системы Российской Федерации. Ну, это знаменитая статья 15, часть 4 Конституции международного права. Далее, наделить Конституционный суд правом проверки конституционности положения международного права. Таким образом, Александр Иванович как бы заколотил дверь нашей Конституции и предложил не пускать туда международное право, его систему, его принципы, в частности, нормы международного права. Конечно, это серьезная постановка вопроса. И в настоящее время до сих пор идет дискуссия в связи с высказываниями нашего председателя Следственного комитета. Эта дискуссия также была в теме Ассоциации международного права Российской Федерации, которая проходила в июне этого года в Москве. И многие вообще юристы-международники считают, что это недопустимо. Если, допустим, положение международного права не соответствует с основами конституционного строя Российской Федерации, в которой закреплены эти положения в Конституции, то тогда давайте уберем такое положение, что Россия является основной частью международного сообщества. И почему мы не можем именно включить эти положения международного права, поскольку Российская Федерация заявила о себе как правовое государство, основным принципом которого является также и верховенство права, и, соответственно, его взаимодействие с международным правом. Таким образом, говоря о высказываниях Александра Ивановича, необходимо все-таки продолжить вот эту дискуссию. Эта дискуссия, кстати, продолжается постоянно в Конституционном суде Российской Федерации. В частности, в июле этого года была очень интересная тема в Конституционном суде, которая касалась по запросу наших депутатов о решении Европейского суда по правам человека на территории, как оно действует на территории Российской Федерации. И эта дискуссия была, видимо, не случайная, поскольку председатель Конституционного суда Зоркин не раз говорил о так называемом пределе уступчивости, то есть до каких пор можно уступать Конституционному суду, где вот тот предел вот этой уступчивости. И было вынесено очень интересное постановление Конституционного суда, которое было опубликовано. Заседание было 1 июля, затем было опубликовано это постановление. Там очень интересные положения, я только вкратце. Во-первых, Конституционный суд рассматривал соотношение Конституционно-правовой системы с нормами международного права, в частности с такими актами, как Европейская конвенция о правах и основных свободах человека 1950 года. Во-вторых, о месте решений Европейского суда, о месте решений в правовой системе Российской Седерации, в частности в Конституционно-правовой системе. И, наконец, суд Конституционный так откровенно заявил, что если Европейским судом толкуются нормы Европейской конвенции, которые связаны с ограничением, ущемлением суверенитета Российской Федерации, которые вторгаются в правовую систему Российской Федерации, то такое решение может быть невыполнимым для Российской Федерации. С одной стороны, признавая Европейскую конвенцию как часть правовой системы Российской Федерации, с другой, речь идет именно о толковании самой конвенции применительно к делам по Российской Федерации. И Конституционный суд прямо заявил, что именно если это толкование связано с неправильным отношением Конституции Российской Федерации, если это толкование вторгается в сферу правовой системы Российской Федерации, то такое решение Европейского суда признается неисполнимым. В частности, я заканчиваю. В частности, судья Конституционного суда Сергей Маврин, который был основным докладчиком по этому делу, он так заявил, что существует высшее и низшее. Высшее – это Конституция Российской Федерации, а низшее – то, что входит в правовую систему этой Конституции, то есть Европейская конвенция 50-го года, решение Европейского суда и другие какие-либо международные правовые акты. И вот соотношение высшего и низшего решается в пользу Конституции Российской Федерации. Посмотрим, как будут дальше развиваться события, и дай Бог, чтобы именно это не мешало международному праву действительно не только войти в нашу правовую систему, но и стоять в этой правовой системе, как это было заявлено в Конституции Российской Федерации еще в 1993 году. Спасибо. Уважаемые коллеги, я хочу сказать, что Мария Николаевна Илюшина и Владимир Александрович Гуреев обратились с просьбой, я думаю, и удовлетворим, перенести их выступления в рамках режим «Круглых столов». Поэтому мне остается лишь поблагодарить уважаемых докладчиков за интересные выступления и пожелать успешной работы всем нам именно на тех «Круглых столах», которые заявлены. Спасибо. Спасибо. Спасибо.